Добрый день, дорогие друзья! Друзья, на библейском портале Экзегет сегодня хочется предложить вам некоторые размышления и пригласить вас к тому, чтобы мы вместе, кто желает, кому это интересно, задумались над тем, как начинать день христианину и как не следует христианину начинать день, с чего день не надо начинать, а с чего лучше начать. И в первую очередь из Священного Писания мы позаимствуем пищу для нашего размышления. В Евангелии от Матфея, в 6 главе есть такие слова. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Это известное наставление Господа нашего Иисуса Христа из Его Нагорной проповеди. И как раз Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, изложенная в 5, 6, 7 главе, некоторые святые отцы церкви называют как бы в таком вот в сжатом виде весь новозаветный евангельский закон. И вот Господь обращает наше внимание на то, что око наше, око – это не только орган зрения, что посредством ока, а око неотделимо от свободного ума. И то, что мы глазами своими видим, это попадает в нашу душу и нашу душу наполняет. То есть то, на что наше око обращено, именно это, условно говоря, как бы тот канал познания этого мира. Давайте задумаемся, может быть, если вам интересно, понаблюдайте за собой, с чего, как правило, современный человек начинает день. Только-только встав с постели, скорее всего, многие сразу же открывают интернет или свой телефон или ленту новостей, или какая была рассылка, что мне прислали, что мне сообщили. Если мы говорим о верующем человеке, о христианине, то, конечно, христианин или христианка, конечно, осенят себя крестным знаменем, но, как справедливо обращал внимание еще один из выдающихся архипастерей, живший на рубеже XIX-XX века, владыка Вениамин Фетченков, иной раз проявление благочестия просто как по привычке или, современным языком, как по инерции. Естественно, христианин или христианка по инерции, перекрестившись, вскочив с постели, едва лишь умывшись, тоже, скорее всего, ну, может быть, я ошибаюсь, дорогие друзья, конечно, не претендую на истину, но, скорее всего, открою свой телефон, опять посмотреть, нету новостей. Что нам прислали? Что произошло в мире за эту ночь или за прошлый день? И таким образом, святильник для тела есть око, говорит Господь, и твое око сразу же обращается к этому миру. Ты око свое не возносишь к Творцу, ты не обращаешься сначала к Богу, не просишь у Него вразумления, просвещения, благословения на этот день, а сначала обращаешься к этому миру. Конечно, дорогие друзья, и вы, возможно, вы даже возразите, все, кто меня сейчас слушает или будет слушать, что я же современный человек, я должен знать, что происходит, я должен быть в курсе всего происходящего, я не могу, я не должен или я не должна отстать от времени. Почему? Потому что сейчас мне ехать на работу, я должен быть так или иначе в теме, как говорят современные люди. Но давайте серьезно посмотрим, и внимательно, и главное, с вот этим главным вопросом для верующего человека, полезно или не полезно, то или иное твое действие, твой поступок приближает тебя к Богу или удаляет тебя от Бога. Если мы себя оправдываем тем, что я должен или я должна быть в курсе всего происходящего, то посмотрите, в ленте новостей, что вы узнаете, скорее всего, что за эту ночь произошло, например, столько-то убийств, столько ограблений, столько изнасилований, столько супружеских измен, или, например, там на мировой арене, допустим, тот или иной человек, может быть, даже, может быть, это, конечно, психоневрологи могут определить, может быть, даже выживший из ума что-то сказал, произнес где-то публично какую-то фразу или заявление, и потом сотни тысяч людей комментирует вот это заявление, в общем-то, выжившего из ума человека. Начинается осмысление споры, так или не так это понимать. То есть, так или иначе, и в ленте новостей, и всевозможных рассылках, в первую очередь вы узнаете, вы, конечно, узнаете о событиях, вы узнаете, что произошло, но вы узнаете, скорее всего, его самую темную, самую греховную сторону человеческого бытия. Давайте посмотрим немножко с другого Рагоса. Может быть, за эту ночь, вы только встали с утра и сразу же открыли свой любимый телефон, открыли ленту новостей, может быть, за эту ночь произошло событие. Например, какая-нибудь женщина-мать всю ночь молилась у адра своего больного ребенка, и по ее молитве Господь исцелил младенца. Может быть, какая-то женщина, переживая за своего мужа, который уехал в командировку, и зная или предполагая, что ему там будут сделаны некоторые интересные предложения, и он может нарушить супружескую верность. Вот она молилась о нем, и он, может быть, даже один из сотей или один из тысячи, вот в эту ночь не совершил смертного греха, не совершил супружеской измены. Событие это или не событие? Допустим, по молитве матери исцелился ребенок, и для этой матери, и для всей этой семьи это событие. Человек воздержался от падения в смертный грех. Событие это или не событие, дорогие друзья? Ну, как бы такой риторический вопрос. В масштабах духовных, безусловно, событие, потому что Священное Писание нам говорит, что радость бывает на небесах даже об одном грешнике, кающемся. Хотя бы если один грешник удержался от падения в смертный грех, безусловно, в мире духовном, где все ангелы и святые взирают на землю и молятся за всех нас, конечно, это событие. Но в ленте новостей вы об этом не узнаете. Как раз почему? Потому что все вот это информационное поле, оно заточено в первую очередь, вы, конечно, можете соглашаться с вами или не соглашаться, но в первую очередь на самую темную, греховную сторону человеческого бытия. Какие-нибудь светлые, позитивные, духовно полезные события, которые действительно происходят. Вот вы утром встали, за эту ночь много произошло и духовно важных событий. Они произошли, но они, условно говоря, за кадром. Они вне поля зрения. О них мир, который ищет только своего везде, как Господь в Евангелии говорит, что мир любит свое. Мир, и заточенный на греховное, на все греховное, на все богоборческое, на все то, что, как очень мудро, опять-таки, говорит святой апостол Дан Богослов, не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, именно этим наполнено информационное пространство. Светлые, духовно здравые, укрепляющие веру события тоже происходят, но мы о них не узнаем. И вот вопрос риторический. Вы начинаете свой день, открыв свой телефон, и хотите узнать, что произошло. Правильно ли вы начнете свой день? «Святинник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Итак, если око нашей души с самого утра, пусть мы даже машинально себя синий некрестным знаменем, больше по привычке, как бы по инерции, но сразу же око нашего ума обращено на весь этот греховный мир и начинает поглощать оттуда информацию. Скорее всего, негативно. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Чем наполнится душа такого человека, христианина или христианки? Потом, садясь за руль автомобиля, отправляясь на работу, конечно, христианин или христианка опять-таки машинально по привычке осенят себя крестным знаменем, иной раз даже и на ходу, это этих примеров великое множество, даже продолжая движение на автомобиле, не отрываются от своего любимого источника информации. А информация и какой? Еще раз вернемся к словам Евангелия. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Все, что вы будете узнавать оттуда, это вас укрепит в вере, это наполнит ваше сердце любовью к Богу, надеждой на Него, любовью к ближним, попадающейся на вашем пути, скажем так, если едете на автомобиле, и другие участники движения. Вдруг кто-то вас подрезал. Какая у вас реакция? Ваше сердце чем наполнено? Светом или тьмой? Вы все хорошо знаете ответ на этот вопрос. Давайте посмотрим с другого немножко ракурса. А если христианин или христианка встав, умывшись, приведя себя в порядок, начнут день не с ленты новостей, и не с растылок, а с главы Евангелия. Из Священного Писания, пусть вот лежит закладочка, и день начните с утренних молитв, пусть даже кратких, если вам время не позволит, хоть краткий, но чтобы было какое-то определенное молитвенное правило, из главы Евангелия. Вы начнете день со Слова Божия, оживотворяющего, просвещающего вашу душу. «Святинник для тела есть око, и так если око твое будет чисто, если твое око, ты начинаешь день, и оно будет обращено к Слову Божию. Сам Господь, Спаситель, словами Священного Писания обращается к тебе. Ты утро начал с того, что услышал Слово Божие. Совсем по-другому будет у тебя идти день». Разумеется, дорогие друзья, предвижу ваши вопросы, совершенно справедливые даже возражения. Это не значит, что в этот день у вас не будет искушений, огорчений, неприятностей и множества других непредвиденных обстоятельств. Мы живем в этом мире, мир полон мира погружен в страсти, во грехи. Мы живем среди других людей, у всех свои страсти, у нас страсти, у окружающих нам людей. Нам многое с чем придется находить компромисс, терпеть. Мы не избавлены от скорби, от узкого евангельского пути, но как важно, чтобы святинник для тела, который есть око, чтобы око твое было чисто, чтобы утро ты начал со слов Священного Писания. Тогда и день твой будет все-таки немножко другой, с молитвой и Священного Писания. И очень интересно, что именно вот этот отрывок, вот этот евангельский, заканчивается такими словами. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все приложится вам». Что значит искать Царствие Божие и правды Его? И вот такой риторический вопрос к размышлению всем нам, кто только что слушал нашу беседу, предложенные размышления. Кто на самом деле ищет Царствие Божие? Кто день начинает с молитвы из главы Евангелия? Или тот, кто день начинает с ленты новостей? Кто по-настоящему ищет Царствие Божие? Чьи поступки действительно тебя к Царству Божию приблизят? Я думаю, ответ вы все хорошо знаете. Будьте здравы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok